Пермские боги путешествуют крайне редко. Экспонаты, как правило, можно посмотреть только на их родине в Государственной художественной галерее. Скульптуры выполнены из дерева молодым образцам около 200 лет, самым ранним – не менее 400. Во Владивосток их привезли впервые всего на три месяца. Скульптура, в которой можно видеть путь. С одной стороны, одна ее часть закопченная, покрытая патиной времени, и другая часть отреставрированная, расчищенная. Мы специально ее сохраняем таким образом, чтобы было видно, какой труд реставраторов, хранителей, собирателей. В Пермском музее большая часть коллекции была собрана в 20-е годы прошлого века. На раскопки уходили годы изнурительных экспедиций. Скульптуры откапывали в заброшенных деревнях и храмах. Для жителей придурали – это настоящий клад. История непростая. 300 лет назад подобную резьбу по дереву строго запрещали из-за языческих мотивов. Затем православная церковь меняла свои взгляды. Изъятые скульптуры снова возвращали в храмы. Обнаружить затерянную статую в наши дни – большое везение. Многие люди, которые живут в России, в силу того, что страна огромная, даже не подозревают, насколько она разнообразна, богата, интересна. И для того, чтобы ее увидеть во всей полноте, нужно ездить по стране. Так получается, что ездят у нас немногие и не всегда разными маршрутами. И мы определили эту карту в пять самых интересных коллекций региональных музеев. Традиция резной деревянной скульптуры на Дальнем Востоке сохранилась в основном как элементы религиозного культа малочисленных коренных народов. Поэтому такие элементы для приморцев – феномен. Оформление для зала тоже подбирали соответствующее. Дизайнеры соединили понятия земного и небесного, сыграли на цвете и попытались воссоздать идею божества на земле. Когда читали различные истории, связанные с этой коллекцией, ее сбором, наткнулись на чудесный рассказ о том, что один крестьянин, для того, чтобы подарить подарок своим односельчанам, решил сделать для них, создать настоящий рай на земле. То есть это несколько церквей, несколько часовен, которые были украшены скульптурами и сделаны его руками. Всего на выставке 35 скульптур. На фигурах изображены евангелисты, религиозные символы, ангелы, в том числе сцены распятия Христа. Все экспонаты взяты из фонда Пермской галереи. За ее пределы они выезжали буквально несколько раз. Выставка была показана в Москве, Осаке, Париже, Леоне, Берлине и Брюсселе. Это то, что благодаря совместной деятельности усиливается кооперация между музеями и внутри региона, и между музеями в разных регионах. В регион приходит новый опыт, новые знания, и без этого невозможно двигаться вперед. Причем это взаимное такое обогащение. Выставка пермских богов стала частью масштабного проекта от Музея Арсеньева и благотворительного фонда Потанина. С помощью его поддержки во Владивосток уже привозили коллекцию русской национальной одежды из Муромского музея. В планах этой же программы показать и текстиль из Иваново. Таким образом для местных жителей открывается не только новая культура, но и другие города. Валерия Белоус, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.